Традиция отмечать этот день несет важную роль в информировании общества о серьезности заболевания и необходимости борьбы с ним. Несмотря на большой прорыв в выявлении и лечении туберкулеза, он до сих пор является одним из опаснейших заболеваний, требующих серьезного и продолжительного лечения, а также раннее диагностирование. Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое в основном поражает легкие, но также могут поражаться другие органы системы. Не поражаются туберкулезом только волосы и ногти. Основные симптомы туберкулеза – это кашель, значительное снижение массы тела, ночная потливость, субфибрильная температура тела во второй половине дня. Ежегодно в конце марта в стране проходит акция «Белая ромашка». В канун дня борьбы с туберкулезом медики посещают различные учреждения города, проводят лекции и беседы, раздают листовки, памятки о мерах профилактики и признаках коварной болезни. Все для того, чтобы повысить осведомленность усиления о болезни и мерах по ее ликвидации. За последние три года заболеваемость туберкулезом стабильна на низком уровне и составляет 48 на 100 тысяч населения. Это ниже областного показателя и на 8% ниже, чем позапрошлом году. Также следует отметить, что в структуре больных туберкулезом более 50% являются ВИЧ-инфицированы. Заболевание передается воздушно-капельным путем. Также можно заразиться через предметы быта и пищу. Чаще всего оно носит наследственный характер. Сегодня вовремя выявленное заболевание излечимо. Однако его коварство заключается в том, что он длительно протекает бессимптомно. Поэтому велика роль флюорографического обследования населения. Его рекомендуют проходить один раз в год. Кстати, в конце 2022 года Ленинск-Кузнецкий топ-диспансер получил новое медицинское оборудование за счет областного бюджета при поддержке Минздрава Кемеровской области. Данные аппараты позволяют делать как рентгенологические, так и томографические исследования более высокого качества и, самое главное, минимальная обучающая нагрузка для пациента. Благодаря цифровым системам снимки будут храниться в определенном цифровом архиве. Это позволит докторам обращаться к ним в круглосуточном режиме и проводить консультации. Пока новое оборудование находится на стадии оформления юридических документов, но совсем скоро оно станет доступным для обследования пациентов, которые находятся на лечении, а также для посетителей, которые приходят на прием. Елена Беляева, Павел Желтиков, Реоленинск.